спорт и фитнес по науке только логика и здравый смысл всем привет дорогие друзья на этом канале я часто разбираю как люди убивают свое здоровье химией безграмотными тренировками и другими факторами которые так или иначе вредят нашему организму и сегодня мы разберем такого блогера как александр никулин это как он буквально убивает здоровье своих учеников без долгих вступлений просто посмотрите этот отрезок его видео и все станет на свои места с димоном короче пытались поднять тест натуральный он изначально пришел без тренировок тест был 18 потом и короче потренировались потренировались ничего не принимали тест упал до 7 у нас вообще когда мы тренируемся по идее должен вырабатываться тест видишь у тебя он упал какая-то мистика тестерон в принципе может понижаться там у него есть пики знаешь тогда может знаешь что было ты что-то в ночь и получается что может быть знаешь у тебя вот это организм не понимал когда вы тест вырабатывать и на тренировку ты приходила тест реально у тебя был спад уже потом мы попытались его поднять кламидом нихера не получилось тоже тест поднялся до 16 как он у тебя и был по сути потом мы перешли на тамокс тоже ситуация не изменилась сейчас опять на кламид ситуация короче мы не можем поднять выше 16 тест но блять вот никак не идет он короче у нас при том что лютинизирующий гормон растет gspg ну там пример в одном и том же а тест на месте стоит то есть человек пришел к нему с тестом 18 что вполне нормальное значение для человека который не тренируется но после тренировок с никулиным тест стал 7 это просто фиаско какое-то это же как нужно было тренироваться чтобы эндокринная система так резко просела скажу честно что я не следил за их проектом где один тренинг на химии а второй натурально не эти видосы скидывали мои зрители для обзора и честно я был шокирован с того что делает александр никулин со своими подопечными я его смотрю еще года так 17 18 когда он снимал разоблачение и разбирал натурально с того или иного ответа и эти ролики мне очень нравились сейчас же я наблюдаю что он делает со своими подопечными и принципе это какой-то тихий ужас он буквально гробит им здоровье и сажает новичков на химарь демонстрируя что натуральных атлетов тренировать он не понимает как это на самом деле вполне обычное явление для тех кто сам уже много лет на химаре находится и люди начинают неадекватно оценивать возможности своего организма не понимая что натуральный бодибилдинг это по сути фитнес для здоровья а мышечная масса и силовые в этом направлении это второстепенно на самом деле подробно тема натурального тренинга по науке изложена в моем отдельном гайде который сейчас можно купить по скидке или же приобрести его вместе с гайдом о том как хакнуть свой тестостерон всего за 20 долларов если другие выгодные предложения в нашем телеграм-канале но справедливости ради следует сказать что не только тренировки являются виной того что у его подопечного снизился тест человек живет в украине где постоянные прилеты ракета и дронов и это цико охотится на людей добавок сейчас со светом очень тяжелая ситуация его нет по полдня да еще и лютая жара но при всем этом он пытается тяжело тренироваться и еще как-то прогрессировать хочет это я к чему веду человек живет в очень стрессовых условиях и тут совсем неудивительно что тест упал я даже больше скажу странно было бы если бы он не упал и в таких условиях самое главное не добивать свое здоровье еще больше стараться благодаря тренировкам железом держать его на плаву теперь второй момент как говорит сам александр никулин пробовали поднять тест кламидом и он поднялся до 16 а потом зачем-то попробовали тамоксифен я не понимаю зачем они это делали тамоксифен сам по себе препарат намного слабее чем кламид и гораздо менее изученный чем он исследований по кламиду очень много по нам тамоксифену их относительно мало давайте по порядку во первых тест 16 при таком уровне гспг это вполне достаточный уровень чтобы взрослый мужчина мог нормально функционировать и имел нормальное самочувствие если снизить стресс в том числе и тренировочный то можно было бы довести тестостерон до значения 20 или даже больше у него ведь изначально он был 18 я более чем уверен отдохни он недельку вторую от тренировок хорошо выспавшись и на анализах будет совершенно другое значение можно ли при таком тесте прогрессировать ответ да можно только вопрос до каких пределов понятно что супер огромным гигантом он в любом случае не станет но тем не менее более менее поддерживать адекватный уровень мышечной массы и силы вполне реально другой вопрос если он хочет достичь высоких результатов но опять таки это не самое лучшее решение на данном этапе так как натуральный потенциал димона совсем не раскрыт и логично было бы хоть немного протренить в натураху и достигнуть хоть какого-то уровня силовых мы будем делать нормальные курсы по три месяца тем взяли 4 тогда будем делать 3 пусть хотя бы сотку пожмет потом уже можно будет думать нужно оно ему или нет бывает такое что люди просто со временем сами начинают понимать что да нафиг мне эта масса лучше для себя буду тренить и для поддержания здоровья еще один момент я не понимаю зачем человека с такими силовыми вообще в принципе на курс сажать он же сотку не жмет если быть точнее на данном видео пожал 80 какая вообще логика в том что данный атлет начинает курсить это нелогично совсем тут нет ни логики не здравого смысла теперь самое главное учитывая показатели анализов у димона развивается первичный гипогонадизм эта форма гипогонадизма когда при нормальном или даже в повышенном уровне литонизирующего гормона яички все равно не вырабатывают тест в должном количестве такой ситуации гораздо эффективнее будет использовать хэга че который напрямую будет стимулировать работу ваших яичек хотя кочки бодибилдеры обычно для других целей его использует но как метод лечение гипогонадизма тоже хорошая тема сам же никулин не особо жалует хэга че и считает что он не нужен был у него несколько лет назад ролик на эту тему кстати говоря гонадотропин я никогда не использую и никому не советую вот так и никогда не использовал и при этом я все себя отлично всегда восстанавливаю я не вижу смысла колоть в себя лишний раз что-то после курса если и так на курсе все время все колю да еще и после курса себя подкалывает ребят мне ну тоже мне кажется перебор смотрите какой анализ у меня получился вот такой вот тестостерон у меня восстановился за одну тренировку ребята и тут конечно же очередной раз можно поставить под сомнение его компетентность и уже вышло видео где димона таки посадили на химию и скорее всего дороги назад у него уже не будет потому что стрессом и тренировками он нанес большой вред своей эндокринной системе а теперь после курса стероидов этот вред закрепиться и еще у многих есть психологическая зависимость от стероидов он увидит что его увидит что сила растет и масса и уже не захочет с них слезать так себе перспективы в 30 лет на газете садится я не понимаю зачем это делать если есть другие варианты как решить проблему то есть на сегодняшний герой осознанно делает человека кастратом ради хрен пойми чего он же не спортсмен высокого уровня не какое-то серьезное медийное лицо не зарабатывает на спорте а просто является подопытным александра никулина и на котором делают контент вот и все не стройте иллюзий когда вы смотрите блогеров как бы они не импонировали вам своей простотой но к сожалению многие не имеют достаточных знаний по работе нашего организма и буквально калечат людей напомню также что у меня есть гайд на тему того как не ушатать свое здоровье на курсе если вдруг решили все-таки курсить то делайте пожалуйста это грамотно и по науке там учтены все эти моменты учтены и какие анализы надо сдавать и еще много всего другого гайд также можно приобрести по скидке за 12 долларов подведя итог следует сказать что александр никулин ушатывает здоровье своего подопечного какими-то немыслимыми темпами да и собственно он сам в этом плане тоже преуспевает даже духота ему говорить чтобы не рвался так быстро вперед поставил сейчас себе цель хочу пожать на разок делать больше ничего ну я знаю что вы против это же больше как не знаю ну во первых для контента во вторых как для лично какая-то цель со стороны до сирийске принципе и не думаю что они важны для контента ну я же не на 300 и но все рюшат на 300 ты не идешь ну я же для контента 2 там 200 метод есть тоже никого не удивишь а вот себе навредить может ну как для себя личная цель вы короче против я против я против что ты получил что-то еще какую-то очередную болячку путь за которой потом опять выпадает хотя у самого духа ты тоже большие проблемы со здоровьем но ему то лет сколько и опыт выступления по бодибилдингу огромный тут молодые пацаны за год становятся кастратами у меня просто нет слов какой же это лютый трэш и зачем вообще он это делает он же калечит буквально человека ставь этому видео свою банку сгущенки со смесью не забывай писать в комментариях живой фитнес да мой любимый блогер всем пока до новых встреч увидимся субтитры сделал DimaTorzok субтитры сделал DimaTorzok субтитры сделал DimaTorzok Добавил субтитры сделал DimaTorzok